Всем привет-привет! Меня зовут Женя Гейн. Это мое первое видео в 2016 году. И, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступившим Новым Годом. Хочу пожелать всем, в первую очередь, здоровья, потому что здоровье – это самое главное в нашей жизни. А также хочу пожелать всем счастья. Это тоже немаловажно. Это тоже очень важно, потому что каждый человек заслуживает быть счастливым и найти свою вторую половинку, быть любимым, любить. Это очень прекрасно, это очень здорово. Хочу пожелать тем, кто не нашел свою вторую половинку, чтобы вы обязательно нашли ее в этом году, потому что это самое прекрасное чувство, которое есть на Земле – это любовь. Знаете, я решила начать этот год с ответов на вопросы. Очень много у вас вопросов ко мне накопилось за 2015 год, на которые я просто не успевала отвечать. Сегодняшнее видео будет посвящено ответам на ваши вопросы. Дело в том, что у меня есть уже такого рода видео одно, и ссылку на него я оставлю под этим видео, потому что там я уже ответила на некоторые вопросы, которые вы опять задаете. Видимо, новые подписчики появились, которые не смотрели раньше мои видео старые. Я оставлю ссылку и напишу, какие вопросы там были в том видео, чтобы вы посмотрели. около 400 или 500 вопросов, и очень много повторящихся. Конечно, я не смогу физически ответить в одном видео на все вопросы. Если я буду сейчас отвечать, оно получится огромным. Обобщу несколько вопросов и начну параллельно рассказывать про свою семью, про своего мужа в частности, немного про свою дочь. Отвечу на ваши вопросы. Как мы познакомились с мужем? Долго ли он за мной ухаживал? Как это все было? И вообще, когда это было? И когда я забеременела после нашей встречи? В общем, такие вопросы, их много. И как раз это целая история. С мужем мы знакомы очень давно, с детства. Он работал с моим отцом. Моего мужа зовут Вова, и он часто приходил к нам домой, когда я была маленькая. Я ему нравилась, но не в этом суть. Он приходил, конечно же, не из-за меня, из-за того, что он с отцом моим работал. И вопросы он какие-то решал у нас дома. Приходил, мама, конечно же, его кормила, садила за стол. И он любовался, смотрел на меня. А меня он жутко раздражал, если честно, потому что мне тогда нравились другие мальчики. Я не помню, об этом я рассказывала или нет, в другом своем видео. И Вова в тот момент пытался предложить мне дружбу. Но на тот момент я встречалась с другим молодым человеком, более таким дерзким, более крутым, как это говорит. В юношеском возрасте, наверное, всем девушкам нравятся крутые парни, от которых потом проблемки. И в этот момент мой будущий муж предложил мне встречаться, и я ему отказала. И на что он мне, помню, сказал, что я об этом пожалею очень сильно. Так и продолжал приходить, но мы уже не общались вообще, ничего не происходило. Потом я, когда уже переехала из дома отдельно, я всю жизнь мечтала жить отдельно от родителей, просто потому что я больше по натуре одиночка, и я больше по натуре свободолюбивый человек, я обожаю свободу. И я ушла от родителей. Они, конечно, были в шоке, но я сказала, я хочу жить отдельно, я хочу зарабатывать деньги, и все. Наша встреча произошла, может быть, семь или восемь лет спустя. И это случилось в ВКонтакте. Мы с Вовой подружились, но просто подружились и не общались. Бывает такое, да, там, знакомого нашел, подружились и не общались. И вот как-то давным-давно, сколько мы в браке? Мы в браке уже пять лет. Я пришла домой пять лет назад. В общем, ночью я долго не могла уснуть. Я залезла в ВКонтакт. Это было часа два или три ночи. И Вова был онлайн. Среди моих друзей там несколько человек, и Вова был онлайн. Я решила с ним поболтать. Просто, ну, я посмотрела его фотки, посмотрела, что он вырос, стал другим, такой возмужавший, знаете, ну, там, бизнесом каким-то занимается, интересный. Я решила ему написать, привет, как дела, ну, стандартно. И начал он мне отвечать. В итоге мы с ним так классно стали переписывать. Через пару дней, как раз должно было быть, 14 февраля, мы решили встретиться именно 14 февраля. И вот с тех пор, как мы встретились, мы ни разу не расставались. Уже пять, почти пять лет, да. Пять лет мы вместе, пять лет мы постоянно вместе. Вот реально постоянно вместе, потому что у Вова такая работа, она не привязана к месту жительства, не привязана там к офису какому-либо. Он может спокойно быть дома, либо за границей работать дистанционно, потому что у него здесь люди есть, которые ему помогают. Мы буквально простречались месяца три, мы решили пожениться тут же, потому что мы подумали, что это судьба, мы знаем друг друга очень давно. И вот, наконец-то, мы вместе, нас все устраивает, нам все нравится. Мы сошлись, сразу решили пожениться, сразу поженились, я сразу беременела. Все. Я, конечно, не скажу, что это правильно, вот так сразу выходить замуж, не подумав, не обдумав, знаете, не узнав человека. Получается, вы начинаете узнавать человека уже в браке, когда вы с ним находитесь в одной квартире или в доме, на протяжении полугода, года даже, и после года, начинает человек показывать свое истинное лицо, какое он есть. Я начинаю показывать свое лицо, я же тоже притворялась. То есть мы же все хорошенькие вначале, мы все угодливые, улыбаемся, вежливые, такие все муси-пусь. А потом начинаем показывать свое истинное лицо и свой характер. И, в общем, я не знаю, что лучше. То ли долго встречаться, потом жениться, то ли сразу выходить замуж и потом уже в браке вот это вот все выяснять. Но есть риск, что вы можете развестись как-то так. Ну и давайте я немного расскажу про нашу свадьбу. Свадьба была у нас маленькая, она была только для своих. Мы оба не хотели супер-пупер шикарной свадьбы и решили сделать все для узкого круга. В основном были мои друзья и с моей бывшей работы. Там мама прилетела из Японии, папа не смог и София прилетела, моя сестра младшая. И мы отмечали у друзей в кафе. Было все так прикольно. Я была без фаты. У меня было такое современное платье. Если я найду фотку, я сейчас ставлю. Свадьба в стиле стиляк. Ну, пять лет назад тогда стиляки как раз это было модно. Было очень весело на самом деле. Классная была свадьба. И на медовый месяц мы никуда не полетели, потому что мы решили остаться в Алма-Ате. И как-то мы полетели мы никуда. Не знаю почему. Дальше у нас родилась дочка Сара. Сара у нас Сара с двумя R, потому что мы долго думали, как назвать дочку. Я составляла огромные списки, но муж почему-то после просмотра американского фильма решил, что она у нас должна быть Сарой. Я не помню, что это был за фильм. Но это точно была не Сара Джессика Паркер. Какая-то просто другая левая Сара. Часто вопрос, хотим ли мы второго ребенка. На самом деле, мне кажется, мы не хотим пока второго ребенка. Хотя муж намекает мне, но я думаю, что он еще тоже не готов к второму ребенку. Я хочу, чтобы второй ребенок был осознанный. Я понимаю, что возраст уже, что нужно чем раньше, тем лучше родить. Пока дети маленькие, потом они вырастут, типа отстрелятся сейчас. Я все это прекрасно понимаю, но я себя тоже очень люблю. Охота пожить для себя. У меня одна единственная дочь. Мне ее хватает. Я, может быть, чересчур ленивый человек, потому что у меня силы все уходят. На нее, на мужа, на себя, на быт. Все, на работу свою. У меня все силы на это уходят. Морально я очень устаю, физически. Поэтому я даже не представляю, если у меня будет еще второй ребенок, что со мной произойдет. И я немного не готова еще. Часто задаваем вопрос, что с нашим домом, который мы строили все лето, да, или всю осень. Наш дом недостроенный. Мы сделали наружную обделку. Вы видели ее в последнем видео. Все. Мы забросили строительство, потому что мы как раз должны были уехать в Европу отдохнуть. Затем мы приехали, мы подумали, что сейчас зима, холода, нам неохота. Мы очень устали от этой стройки, морально и физически. Мы решили заморозить ее до весны. В общем, неважно, но я думаю, что мы все-таки там жить не будем, потому что, как-то мы передумали, у нас много всего изменилось в жизни, и немного так поменялось, ценности поменялись. Но если мы будем продолжать строительство дома, конечно же, я сниму для вас видео, покажу конечный результат. Я знаю, что многим из вас очень интересно, многим интересен сам проект. Вот. Обязательно все сниму и дам знать, что мы там решили в конце концов. Поездка в Таиланд, она у нас сорвалась. Дело в том, что мы с мужем, ну, если быть так честными, знаете, перед вами, мы с мужем поругались, и он уехал один в Таиланд, я должна была к нему приехать, но я не хотела, потому что мне надоели вот эти частые переезды. Многие из вас могут подумать, что вот я хорошо живу, все так супер, часто путешествую, но на самом деле это очень сложно. Во-первых, это не моя инициатива, да, часто вот так вот мотаться по свету. Это все инициатива мужа, и это очень сложно постоянно быть на чемоданах, и тем более с маленьким ребенком. Либо мы с ней ездим, либо мы оставляем ее с мужем мамой. Поэтому мне морально всегда тяжело, либо мы ее оставим мне тяжело, я страдаю, без нее мне скучно, либо мы ее берем с собой, и мне тоже тяжело, потому что путешествовать с ребенком, с чемоданами, это всегда тяжело, если вы не в отеле пятизвездочном, не сидите на попе до десять дней. А если вы уезжаете на месяца, вот так, на два, на три месяца, то вам нужно, соответственно, собрать чемодан с расчетом на три месяца, а не на десять дней, да, и это очень сложно. И мне, я морально просто устала, и мы, я решила не ехать, мы уже в Таиланд, мы решили как-то так отдохнуть от друг друга, все это было немножко так, ну, печально для нас, обоих сложновато. В итоге я потом полетела в Лондон, у меня тоже была незапланированная, спонтанная поездка, и я подумала, что это прекрасный шанс отдохнуть, посмотреть, и что-то для себя решить, плюс поучать английский. Вот, и потом, когда я вернулась с Лондона, муж вернулся с Таиланда, потому что он очень переживал, где я, что я, и я, короче, сама не знала, что со мной. Маша семья затем воссоединилась, и теперь мы вместе, и многие стали замечать, что я веду себя странно как-то, какая-то грустно, а дело в том, что у меня до сих пор внутренние переживания, и я не знаю, чего я хочу от этой жизни, и правильно ли я вообще поступаю, живя, живя вообще, хоть так, хоть как. И многие пишут, что вот, типа, что ты, Женя, с ума сходишь, у тебя такой классный муж, все так супер-пупер, ты живешь в шоколаде. На самом деле, я хочу вам просто сказать, что никогда не судите семью, судя по каким-то видео, и по каким-то фотографиям в инстаграме, в социальных сетях. Никогда не думайте, что если вам что-то показывают, это действительно правда, и действительно, это так и есть на самом деле. Любая семья, особенно, мне кажется, вызывают подозрения, и пары, которые чересчур много себя фотографируют, и чересчур доказывают всем, что у них все хорошо, и поцелучки, обнимчики, мне кажется, они должны больше всего вызывать подозрения. И вы не думайте, что у людей, у пар всегда все идеально, и что вот, вы видите, если женщина живет хорошо, то это все заслуги мужчины, что вот он ее полностью обеспечивает, одевает, что вот все так классно, а вот ты, женщина плохая, сиди и молчи, ты должна там заткнуться, сидеть и молчать, терпеть самого мужа, он вообще суперчеловек, или муж, например, жена там какая-нибудь, знаете, попадется, и многие говорят, вот у тебя супержена, ты что, а на самом деле, там жена еще та, знаете, стерва, и так далее, и многие просто не знают, что происходит в семьях, бывает такое, что муж жадный, бывает такое, что нет денег, бывает такое, что родители лезут, либо его родители, либо со стороны девушки, родители, бывает такое, что муж играет в карты, проигрывает деньги, в казино, бывает такое, что муж изменяет, либо жена изменяет, либо оба изменяют, либо вообще, я не знаю, болезни какие-нибудь в семье, очень много проблем у семейных пар, поэтому вы никогда не судите по фотографиям, и по каким-то там, я не знаю, просто по какому-то виду, что все у всех прекрасно, или у кого-то прекрасно, вот у вас все хреново, да, на самом деле у всех все хреново, и поэтому успокойтесь, я считаю, что прекрасно только у тех пар, кого только все начинается, букетно-цветочном периоде, только в начале отношений, когда парень за девушкой ухаживает, мне кажется, только тогда все прекрасно, хотя я, может быть, ошибаюсь, может быть, есть такие пары, которые прожили очень долгое время вместе, ну хотя бы покажите, которые прожили лет 5 минимум в браке, и у них все идеально, вот, может быть, поэтому я сейчас в таком настрое, и такая вся странная, вы меня не узнаете, хотя на самом деле, я та же Женя, все прекрасно у меня, да, но немного мое мышление поменялось, мировоззрение мое поменялось, и жизненные ценности, приоритеты, все абсолютно поменялось, и теперь я живу просто по-другому, я сняла розовые очки, вот и все, планируем ли мы переехать, ведь мы постоянно куда-нибудь собирались, там, либо в Америку, либо там, еще куда-нибудь, да, нет, мы уже никуда не собираемся, потому что я сказала, что я уже устала переезжать, очень сложно, наверное, жить на чемоданах, возвращаться, уезжать в никуда, и возвращаться в никуда, это очень сложно, поэтому я решила пока остаться здесь, в Казахстане, и понять для себя, что мне на самом деле нужно, и посмотреть на жизнь другими глазами, и подумать хорошенечко, хочу ли я уехать или нет, поэтому за меня мы сейчас торчим здесь, Вова бы уже хоть завтра свалит, многие хотят встречу с подписчиками в Алмате, и обязательно сделаю встречу только весной, не сейчас, скорее всего в марте, потому что сейчас холодно, и мне как-то не очень охота организовывать сейчас, скорее всего это будут выходные дни, по поводу съемок видео, питания, и о волосах, это будут отдельные видео, девчонки, потому что я не хочу, чтобы это все было в каше, уже по темам отдельно, это будет скоро, просто сейчас задаваем, и тоже кем я работала до замужества, я работала 2 или 3 года в салоне Кристель де Коппола, я про это рассказывала, я там работала администратором, но плюс ко всему мы были с подружкой лицом салона, мы висели на билборде, на рекламе, плюс мы делали бар, мы делали кассу, мы следили за всем салоном, потому что на наших плечах это все было, мы, можно сказать, начинали с открытия салона, и весь салон был на наших плечах, и на плечах у директора, а директор иногда был просто в шоке, не понимал вообще сам, что происходит в этом салоне, и на самом деле это было очень сложно, потому что каждый мастер в салоне, это царь-бог, и вокруг него вертится жизнь, и таких царей, представьте себе, там человек 30, и это было мега сложно, когда запись там сбивается, и все орут, и там либо недостача в кассах, было очень клево, но на самом деле я обожала эту работу, потому что эта работа связана была с красотой, я всегда была красивая, я всегда была ухоженная, потому что все стоило нам копейки, а тем более в таком шикарном салоне работа. Девчонки, спасибо большое вам за вопросы, на чьи вопросы я не ответила, не обижайтесь, но я обязательно отвечу на них в других видео, и плюс ко всему я сниму отдельные видео по вашим вопросам, там есть различные интересные темы, абсурд. У меня забава иска родится. Почему? Ты что, ее проглотила? Нет. Да, она у тебя не родится еще, ты маленькая, но у тебя родится, когда ты будешь большой, как я. У тебя животик. Зачем у меня волосой живот? Потому что ты наелась. Мама, стопни, когда болит живот? Болит? Полежи на животике. Ложи. Ну что, девчонки, я надеюсь, вам понравилось это видео, если да, то обязательно ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!